Привет-привет, близнецы! Меня зовут Магогон Людмила. Сегодня в этом видео разберем, что принесет ретроградный Меркурий в августе 2024 года и как использовать данную энергию, чтобы улучшить свою жизнь. В этот раз ретроградный Меркурий начнется 5 и закончится 28 августа. Начнется он в знаке Дева, но уже 15 августа перейдет в знак Зодиака Лев. Многие боятся периода ретрограда, особенно это касается Меркурия. Слишком много астрологов говорят, что в этот период нельзя начинать новое, заключать брак, подписывать документы, выходить на новую работу и покупать технику. Порой складывается впечатление, что 3-4 раза в год жить вообще вредно. Друзья, я за разумный подход. Нельзя переносить жизнь. Движения любой планеты, а также их ретрограда, нам для чего-то нужны. Давайте же разберемся, какую пользу ретроградный Меркурий приносит на Землю. В астрологии Меркурий отвечает за интеллект, коммуникативные навыки, обучение, средства связи, транспорт и торговлю. Поэтому считается, что ретроградный Меркурий может давать поломки техники, транспорта, средств связи, ошибки в документах. Недаром именно в этот период столько предостережений на этот счет. Кажется, что в период ретроградного Меркурия проблем становится больше. Они возникают как будто бы из ниоткуда. На самом деле это не так. Меркурий отвечает за наше мышление. И в этот период у нас появляется больше возможности увидеть то, что раньше мы совсем не видели. Обычно мы живем в суете и не замечаем подсказки и знаки Вселенной. А в этот период ретроградного Меркурия начинает нестандартно смотреть на вещи. И можем увидеть какие-то старые проблемы или нерешенные вопросы. Могут возвращаться старые отношения. Например, с коллегами, родственниками, любовные связи. Это подсказка, что необходимо доработать эти отношения. Будьте внимательны. Скорее всего, вы что-то недоговорили, недоделали, недообсудили с этим человеком. В целом, там, где ситуация требует изменения отношения, переосмысления, Меркурий постарается сделать задержку, проблему. То есть, каким-то образом обратить ваше внимание на эту область. Ретроградный Меркурий – это период, когда вы можете увидеть привычные ситуации по другим углам. Поэтому не нужно бояться. Нужно просто быть более внимательными. Подписывать документы и устраиваться на работу можно. Но будьте внимательны. В документах могут быть закраться ошибки. Поэтому тщательно проверяйте каждый пункт. А когда устраиваетесь на работу, то больше спрашивайте и узнавайте про условия работы. Наводите справки. Вероятно, о каких-то обязанностях или условиях вам могут не сообщить. Будьте осторожны в диагностике, например, по здоровью или при диагностике техники. Результаты лучше перепроверить. Не стоит начинать новые дела с одной оговоркой, если вы не начали их в прошлой ретроградной Меркурии. Потому что, если вы начали что-то делать в ретроградной Меркурии, то велика вероятность, что это дело вы сможете закончить только в следующий такой период. Так что, друзья, можно делать все. Но будьте внимательны и тщательно все проверяйте. Единственное, чего не стоит делать совсем, это приобретать технику. Потому что она обязательно сломается. Остальное покупать можно. Кстати, на ретроградной Меркурии хорошо делать перезапуски и исправлять ошибки. Если вы до него начали делать какое-то дело, но оно не идет, то запускайте его заново в этот период. Вы можете увидеть проблему, которую не видели раньше, или получить какие-то новые инсайты. Ремонтируйте. Особенно это касается техники. Если что-то сломалось, лучше ремонтируйте. Не покупайте новые. Покупку новой техники лучше отложить до окончания ретроградного Меркурия. Благоприятным также будет перезапуск любых отношений. В этот период вы сможете понять, нужен ли вам этот человек или нет. Какие ошибки можно исправить в отношениях. В ретроградной Меркурии вообще очень круто получать новую информацию. Она может принести вам какие-то инсайты. Когда мы обучаемся, когда впитываем информацию, мы получаем знаки и расширяем свои восприятия мира. Так что начинать обучение можно, если вы хотите, чтобы ваше сознание перевернулось. А я напоминаю вам о том, что смотреть прогнозы лучше всего по вашим основным трём знакам зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так вы будете видеть более чёткую и ясную картину происходящего. И, конечно же, будете получать больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Милые близнецы, Меркурий в ретрограде принесёт в вашу жизнь массу креативных идей. Но реализовать их получится лишь малую долю плавно. Те, которые зависят не только от вас, но и ваших партнёров, отвалятся. Но поводов расстраиваться не будет. Эти идеи, которые получится реализовать, повысят ваш статус. Уже 16 августа Марс в близнецах будет в квадрате к Сатурну. Такой аспект обычно означает проблемы с сознанием всех возможных последствий наших действий, из-за чего мы склонны действовать быстро и необдуманно. Также это может служить показателем кармического события. Если бы бывший партнёр объявился на пороге, не бросайтесь сразу к нему в объятия. Вспомните, из-за чего отношения прекратились. Подумайте, стоит ли минутная слабость с той боли, что может принести очередное расставание. В данный период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа будет затрагивать ваши 4 и 3 дома гороскопа. В это время вы можете повторно решать какие-то домашние семейные вопросы. Решать вопросы, связанные с местом вашего жительства, с платежами по вашей недвижимости и собственности. Могут возникать повторные обсуждения каких-то вопросов со своей семьёй или родственниками, которые уже были решены ранее. Могут меняться совместные семейные планы. Очень хорошее время для примирения с кем-то из ваших родственников. Если вы поругались, не разговаривайте с друг с другом. Также это время, когда вы можете встречаться с людьми, которых вы давно не видели. В этот период может возникнуть необходимость заняться небольшим ремонтом в доме или отремонтировать какую-то бытовую технику или ваш автомобиль. В целом, постарайтесь быть в этот период рассудительными. Включайте здравый смысл и логику. Перепроверяйте информацию. Демонстрируйте свою компетентность. И харизму. Постарайтесь включить креатив и творческое мышление. Они помогут вам справиться со сложной жизненной ситуацией. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я буду рада видеть ваши комментарии и предложения по астрологическим темам для будущих видео. Мне действительно очень приятно ваша обратная связь. Не забывайте подписываться на этот канал. Впереди еще очень много интересного. На этом у меня все. Благодарю вас за лайк к этому видео. И до новых встреч.